как сделать нашу жизнь более гармоничной более полноценной мы говорим о вопросах здоровья и вместе с нами врач-педиатр эндокринолог марина марьян и тема нашего сегодняшнего размышления общения с тобой марина это гигиена зрения не секрет что зрение это основной наверное ведущий анализатор через который человек познает окружающий мир и конечно очень много факторов влияет на то что это зрение сегодня в современном обществе у людей страдает ослаблено можешь ли ты перечислить наиболее актуальные факторы которые влияют на наше зрение ну первое это конечно свет яркий ветер пыль который может попадать глаза дан помешает ну ну конечно самый важный аспект который мешает и влияет на наше зрение это работа за электронными устройствами то есть компьютеры телефоны просмотр телевизора чтение в темноте все это конечно плохая освещенность это будет существенно влиять на работу глаз но смотри вместе с этим мы не можем исключить это из нашей жизни да и они оказывают тем не менее влияние расскажи немножко о последствиях вот как это сказывается на организме когда мы много проводим времени за экраном или пользуемся гаджетом достаточно длительный период времени но для начала хотела сказать чтобы мы понимали как устроен вообще наш окна до основное вещество или как бы основной компонент это мышцы в глазе потому что именно они помогают менять расстояние фокусироваться зафокусироваться и поэтому нам было бы легче понятие почему у нас происходит усталость когда мы поймем сколько раз в день вот мы совершаем движение эти мышцы ну вот представьте что это где-то сто сто движений до в этих мышц и глазных это если мы перенесем на наш оправдывательный аппарат то мы бы должны были бы в день вот пройти где-то 80 километров чтобы наши мышцы столько же поработали сколько работает мышцы наших глаз как будто выполняя какой-то зрительной нагрузки вообще выполняя свою функцию поэтому конечно влияние очень большое и чаще всего приводит к усталости когда мы долго находимся в напряжении и конечно же это будет не только влиять на сам зрительный анализатор конечно это песок глазах это покраснение глаз это вот ощущение что невозможно даже их сомкнуть да тут болевые ощущения вызывает но также это идет дальше влияние на головной мозг головные боли возникают астения даже гипертоническая болезнь тоже чем-то связана с этим ну и вообще спазм аккомодации снижение зрения остроты зрения все связано именно с перенапряжением зрительного анализатор что можно было бы подсказать какие рекомендации можно было бы дать но современным людям которые но тем не менее в силу занятости вынуждены все равно находиться у экрана достаточно длительное время для начала необходимо правильно организовать свое рабочее место и первое на что нужно обратить внимание на освещенность свет должен быть диффузным то есть не должно быть какого-то луча света который бы падал нам глаза свет должен не бликовать на экране да то есть он должен быть равномерным не мелькающим то есть освещенность это очень важный момент который нам нужно обязательно буду смотреть но если у нас кроме освещения есть только например одна лампа настольная да очень часто школьникам покупают эти вот настольные лампы то она должна бить не на монитор не на стол ее хотя бы надо повернуть на потолок чтобы отражаясь от потолка этот свет диффузно распространялся на в пространстве тогда влияние на зрительный анализатор будет меньше и он бей менее будет уставать это первое то есть освещенность второе это расстояние до объекта да то есть расстояние должно быть достаточно где-то 50-70 сантиметров грубо говоря вытяните свою руку вот на расстояние вытянутой руки должно быть расстояние находиться монитору или телефон или телевизор и так далее если у нас позволяет заднюю то можно еще дальше монитор должен находиться чуть ниже уровня глаз то есть чтобы мы не не вверх смотри да чтобы чуть ниже уровня глаз это то что касается работы с компьютером кроме этого монитор компьютер надо почаще протирать потому что пыль которая седает она начинает тоже бликовать это тоже влияет на наше зрение что еще конечно же необходимо делать перерывы в работе наши мышцы чтобы они не были постоянно напряжение то есть мы говорили даже элементарную какую-то гимнастику простые упражнения да гимнастику мы можем посмотреть в интернете их очень много но основные они ориентированы на то чтобы сильно зажмуривать чаще моргать и делать движение которые будут на разное расстояние в чем еще плохо когда мы статично смотрим да на какой-то предмет то есть мы не наш глаз подусмотрим что смотреть то вдаль то близь то вдаль то близь а здесь мы постоянно смотрим на одном расстоянии статично и соответственно одни группы мышц не работают в глазе да а другие на пород перенапряжены попробуйте взять в руку на вытянутой руке подержать какой-то предмет сколько вы можете держать не так-то долго да вы быстро устанете то же самое происходит с мышцами глаз соответственно необходимо вот тоже стараться менять положение глаз то вдаль то близь смотреть кроме того при работе за компьютером выделяют 4 4 процесса которые влияют на зрительный анализатор первое это ну просто чтение с монитора это самая минимальная нагрузка для глаз второе это когда мы что-то вводим данным печатаем что-то вводим следим как там появляется изображение третье это когда мы редактируем текст то есть нам больше требуется манипуляции больше напряжения глаз и четвертое когда мы работаем с графическим каким-то изображением до дизайнер или еще кто-то то есть и вот эти два последних эти четвертые способы работы с компьютером они самые ресурсозатратные для глаз то есть они то есть их надо минимизировать и если мы в ходе работы вынуждены работать с такими с такой нагрузкой то необходимо конечно как можно чаще делать первой работе и делать не только зарядку для глаз но и делать мышечную зарядку да для полностью для всего тела то есть как мы говорили уже до этого встать попоседать походить подвигаться сделать какие-то упражнения улучшится кровообращение соответственно кровообращение дойдет и до глаз и тоже снять с ними цена напряжение еще один момент это часто моргание очень часто мы задумываемся и вот особенно когда с телефоном с компьютерами не меньше меньше моргаем наш глаз он уложена должен увлажняться до слезной жидкостью плюс слезная жидкость не только увлажняет его дай защищает от яркого света от воздействия пыли но она и выводит этот пыль все грязные элементы которые попадают нам на глаза с воздухом она выводит из через слезный канал да то есть это же необходимо это элементарное очищение умывания наших глаз марина спасибо за эти замечательные советы дорогие друзья глаза это действительно очень важный анализатор и сегодня не секрет что во многом от того как каким будет наше зрение насколько мы сохраним наше зрение будет зависеть от того что мы делаем сейчас какие привычки мы сейчас формируем для того чтобы наше зрение могло нам дольше послушать давайте использовать эти простые советы для того чтобы наше зрение было полноценным здоровым храните себя и своих близких будьте здоровы